Россияне сократили свои повседневные расходы. В последние три месяца средний чек, то есть сумма трат за одно посещение магазина, достигла рекордно низкой отметки – 493 рубля. Таковы данные исследовательского холдинга «Ромер». Эксперты считают, что наступили времена наименьшего потребления. Покупательская активность достигла своего минимума. На этом фоне растет рынок проката. Причем пользуются этими услугами не только люди с низким достатком. Что сегодня можно взять в аренду, изучала Лидия Захарова. Бассейн с шарами. Яркий, мягкий. То есть здесь малыш. Никак не повредится. Здесь все продумано. Мягкие борта. Сухие бассейны, батуты, горки и всевозможные домики. Ради всего этого теперь не нужно водить ребенка в торговый центр. Развлечения можно устроить во дворе и за вполне умеренную цену. Если взять все это на прокат. Сухой бассейн, например, стоит около 4 тысяч рублей. А месяц проката – 650. Это достаточно все-таки дорогостоящие игрушки. И они крупногабаритные. Они много места занимают. А здесь опять же очень удобно. Взял на неделю, на две. Вот порадовал малыша. Малыш напрыгался, накатался, шарами наигрался. Вернули назад. Что-то взяли потом другое. То есть и родителям очень удобно, и малышам опять что-то новенькое. Свой бизнес Олеся Буланова открыла 4 месяца назад. Сейчас на ее странице в соцсети более 500 подписчиков. Клиенты в основном довольно обеспеченные. Деньги считать умеют, а потому не хотят тратить их на вещи, которые потом будут бесполезно пылиться. Я беру в прокат радио «Няню», потому что мы едем сейчас в Германию к родственникам. У них большой дом, чтобы уложить ребенка и не бегать каждые 5 минут, следить за ребенком. Очень удобно будет. А на прокат зачем приобретать вещь, которая мне всего на месяц нужна. Непростая экономическая ситуация заставляет строже относиться к тратам. Томские модницы ради фотосессии теперь платья не покупают, а тоже берут в аренду. Плата зависит от цены самого платья и колеблется от 400 рублей до 3000. Пик популярности проката в России пришелся на 50-е и 60-е годы прошлого века. Взять в аренду можно было и лыжи, и холодильник с телевизором, и фарфоровый сервиз. В 56-м в Москве по инициативе Хрущева появился первый прокат автомобилей. Теперь не только взрослые, но и самые маленькие жители города могут кататься на машинах, не покупая их. В Первомайском сквере открыт детский прокат. Современные прокаты порой отличаются друг от друга, как и магазины. От эконом-сегмента до класса люкс. В Кузбассе работают 50 пунктов социального проката. Вещи сюда приносят благотворители, раздают их бесплатно, без залога и без документов. Здесь можно взять инвалидную коляску или палки для скандинавской ходьбы. А кто активнее? Кто приносит или те, кто приходит, чтобы взять? А вы знаете, наверное, те, кто приносит все-таки. Потому что акция все-таки более распространенная, чтобы помогли собраться в школу и помочь малозащищенным слоям населения. Прокатом не гнушаются и богатые. Аренда люксовых вещей в мире сейчас тоже активно развивается. Так, например, отправляясь в отпуск, можно арендовать виллу, а можно целый остров на Сейшелах или Фиджи. По данным Форбс, бюджетный вариант обойдется примерно в 90 тысяч долларов за неделю за семь белоснежных пляжей и дом на 15 комнат. Эксперты-футуристы уже предсказывают будущее, в котором аренда станет повсеместной. В домах станет меньше вещей и полок, а на улицах привычных магазинов. Лидия Захарова, Константин Стримаусов, Дарья Тарасенко, Ирина Глухова. Новости здесь, Новосибирск.